Один сдан в эксплуатацию, другой начал принимать первых воспитанников. Два детских сада близнеца на Дядьковской оживают. Очистил двор, засыпал машину. Ретивым дворником, которому помешал припаркованный автомобиль, теперь занимается полиция. И продавец игрушек Ярославля. Новая премьера на сцене первого русского. В Ярославле половина десятого. В студии Илья Барабанов. Здравствуйте, расскажу о главном. Это прямой эфир из Вознесенских казарм. Итак, начну с титульной новости дня. Сегодня на Дядьковской в Ярославле открылся детский сад. Свой первый день там провели 13 воспитанников. Дошкольные учреждения, первые из двух, которые возводили по национальному приоритету демография. Второй также ввели в эксплуатацию, но впереди лицензирование. На объектах сегодня побывали мэр Владимир Волков и мои коллеги. С танцами и подарками. Так начался первый день работы нового детского сада номер 39 на улице Дядьковской. Сегодня пришли первые 13 малышей, а после Нового года ожидает под сотню воспитанников. Детский сад здесь ждали. Ближайший был за проспектом Фрунзе, рассказывают родители. Долго ждали, ходили, проверяли, как идет стройка. И очень рады, что он наконец открылся. Группы большие, светлые, просторные. Еще новенькое мебель, новенькие. Игрушка новая. Новым был и подход к строительству здания. В каждой группе отдельная раздевалка, игровая, спальная, санузел, буфет и пожарный выход. Все по последним требованиям. Лицензию мы получили 21 декабря. И сейчас мы уже в полном объеме можем функционировать и принимать ребят. Очень много звонков и очень приятно, что родители хотят прийти именно к нам. В наш цветик-семицветик. А вот улыбку, так называется второй сад близнец через дорогу, ввели в эксплуатацию и ждут получения лицензии. Здание сдали чуть позже, чем первый объект. Из-за трудности в начале строительства. Вырубка деревьев шла. Дальше здесь достаточно заболоченное место. Фактически на полтора метра поднимался весь грунт. Задачи такие были непростые. Несмотря на сложности, подрядчик успел в контрактные сроки. Садики по 220 мест возвели за 11 месяцев. Стоимость каждого 200 миллионов рублей. Каждый объект площадь 5000 метров квадратных. В каждом объекте он насыщен оборудованием современным. Это слаботочные системы, контролирующие все, видео, пожарные сигнализации. Это лифты, лифты пассажирские и грузовые. Это огромный пищеблок, это медицинский центр. А еще предусмотрены занятия с психологом и спортивным инструктором. В детских садах будет по 12 групп, две из которых для ребят с особенностями развития. Детские сады на Дядьковской – одни из последних объектов, реализуемых в этом году по национальному приоритету демография. Фактически мы завершаем всю ту большую работу, которую ввели с 16-го года по решению вопроса по детским местам. То есть из трех до семи, из полутора лет до трех. То есть вся вот эта большая потребность на сегодняшний день у нас решена. 29 садов реализованы в целом. Пример того, как район, микрорайон развивается комплексом. Так и должно быть. Так и должно быть. Рядом построена школа, 91-я школа. Она на 710 человек. В этом году ТАТФО – физкультурно-оздоровительный комплекс. Строится волейбольный центр. В следующем году будет сдана детская поликлиника. Ярославль активно развивается. Вопрос по детским садам закрыт, говорят власти. В следующем году большой упор будет сделан на школы. В планах открыть образовательное учреждение на Пашуковской и начать строительство здания на Большой Федоровской. Валерия Сыромятникова, Михаил Орлов. Новости города. И сегодня же дорогу, которая ведет к обоим детским садам, проинспектировал мэр Ярославля Владимир Волков. Транспортную артерию по Дядьковской начали строить, напомню, в первых числах сентября. На сегодня магистраль сдана. Ее протяженность 2,2 км. вдоль всего проезда освещения и ливневые колодцы. Дорога рассчитана для двух машин. В конце разворотное кольцо и карман для остановки. За строительством ввели особый контроль. Погода, говорят, власти не помешала закончить в срок. В морозы асфальт смешивали со специальными добавками, которые позволяют укрепиться полотно при минус 10 градусах. Напомню, также Дядьковскую строили по национальному приоритету безопасной качественной дороге. Здесь такие были буераки раньше. Мы только мечтали, вот на лыжах ездили и мечтали, вот как бы здесь проехать. Потому что машины здесь не ходят. Там-то много машин, а тут-то хорошо для прогулок. А потом стали такой траншею рыть. Я впервые такое вижу, чтобы так строили дорогу. Ну вообще классно. И так быстро они ее построили. В общем, молодцы. Дорога построена в соответствии с проектом. Соответствует всем нормативам. Ширина проезжей части 7 метров. Ширина тротуаров с двух сторон по 3 метра. Газоны по 6 метров. Ковидные отделения в Ярославле закрываются. Об этом сообщают в областном Депздраве. К привычному режиму работы возвращаются во второй больнице и девятки, а также центральной городской. Помещения проходят санитарную обработку, чтобы начать прием плановых пациентов. По-прежнему продолжат вести больных коронавирусом в госпиталь ветеранов, инфекционную больницу, третью и Симашка. Всего развернуто 1363 ковидных койки, занято из них 1096. Эпидобстановка в регионе несколько стабилизируется. Так, по данным Федерального оперативного штаба, в последние дни заболеваемость фиксируется на уровне 250 человек. Умирает третий день подряд по 13 ярославцев. 25 декабря исполнилось 30 лет со дня создания мэрии Ярославля. Исторически сложилось, что несколько веков управление городом располагалось на одной и той же территории. Это здание на пересечении улиц Андропова и Нахимсона. В 90-е все органы власти в стране были реформированы, в том числе и местное самоуправление. Мэрия стала структурой, которая обеспечивает повседневное функционирование всего городского хозяйства, решая вопросы местного значения вместе с депутатами муниципалитета. Мы тоже постоянно проводим мероприятия по повышению квалификации сотрудников, потому что мы понимаем, что от профессиональной работы зависит качество муниципальных услуг, которые получает гражданин. Он рассчитывает именно на это, что его проблемы будут решены. А найти решение зависит не только от денег, это тоже немаловажно, но зачастую зависит от правильного рассмотрения той проблемы, с которой пришел человек. Мы чтим традиции, регулярно повышаем квалификацию наших сотрудников, обновляем материально-техническую базу и стараемся обеспечивать слаженную работу всех структурных подразделений, чтобы возникающие вопросы находили оперативное решение. «Энергия в жизнь» – так называется областной конкурс по робототехнике, в котором призовое место заняли ребята 86-го лицея. Свою модель они создали во внеурочное время, что стало возможным благодаря федеральному проекту «Успех каждого ребенка. Нацприоритет образования». В этом году в лицее появилось 40 мест для дополнительного образования. Александр Захаров познакомился с творением юных дарований сегодня. Комбинированное транспортное средство «Вилли» – так называется робот, который сконструировали трое пятиклассников 86-го лицея. Им можно управлять как с пульта, так и автономно с помощью встроенных датчиков. Под чутким руководством авторов «Вилли» определяет препятствия и объезжает их. «Я вложил энергию в робота, чтобы потом он приносил пользу человечеству». За свою работу Артем и еще два соавтора получили третье место на областном конкурсе по проектной робототехнике «Энергия в жизнь». Ребята собирали модель после уроков в рамках дополнительного образования. На этом останавливаться не собираются. Уже создали автономную снегоуборочную машину, теперь работают над сеноуборщиком. Этот робот отличается от прошлого, во-первых, более сложной сборкой, во-вторых, теперь тут специальные датчики опускания, то есть он не будет дальше моторчик крутить ниже этого уровня. Новая программа «Робототехника и основа конструирования» реализуется в лице с сентября этого года в рамках нацпроекта образования. Благодаря этому в учреждении открыто 40 новых мест дополнительного образования. Все оказались тут же заняты. Такое направление вызвало интерес у ребят самых разных возрастов. Развивают навыки конструирования, программирования, а также мышления. Дети смогут работать специалистами по автоматизации. Желающих на самом деле гораздо больше, чем мы открыли мест. То есть это очень востребованное направление, современное, потому что везде идет цифровизация, автоматизация, роботизация. Поэтому, да, и дети тоже хотят заниматься современными технологиями, а самое главное, они хотят создавать что-то и видеть то, что они создали, как это будет работать. В настоящее время в регионе услугами дополнительного образования пользуются 76% детей. В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» ребята занимаются по самым разным направлениям. За предыдущий период более 4,5 тысяч мест было создано в нашем регионе. В этом году 80, а до 2024 года еще более тысячи мест. Особое внимание мы уделяем, конечно же, технической направленности для нашего региона. Это особое, наверное, направление регион промышленный. Инженерная Ярославская школа всегда славилась своими разработчиками, инженерами, работниками. Цель программ дополнительного образования – помочь ученику осознать степень своего интереса к тому или иному направлению. Помочь узнать что-то новое, выходящее за рамки школьной программы. Ну и, конечно, подтолкнуть ребят к осознанному выбору будущей профессии. Александр Захаров, Денис Кауров. Новости города. В первом русском премьера, как всегда, долгожданный вечер приключений без антракта. Спектакль «Продавец игрушек» по роману Виктора Добросоцкого поставил режиссер Алексей Чернышев. Роман очень знаменит. По мотивам снят фильм, созданный мюзикл, опера и каждый раз, признается автор, это новое произведение. Чему он рад, поскольку считает, что сценическую жизнь сдает произведению именно режиссер. Моя коллега Марина Смарагдова в числе первых увидела интерпретацию волковцев. Жизнь великолепна своими импровизациями, своими вдохновенными порывами. Об этом в своем романе пишет Виктор Добросоцкий. Это рассказ лишь о маленькой толике чудес, которые могут произойти с человеком. Постановка спектакля «Продавец игрушек» – начальный проект благотворительного фонда поддержки и развития первого русского. Это первое и самое главное, я думаю, старт. Потому что как мы оттолкнулись, так и поплывем. И спасибо огромное Роман Юрьевичу. Реальный плод творчества, совместной работы бизнеса и людей искусства. Финансовую сторону постановки обеспечила крупная компания по производству мороженого. Мне было просто радостно, что мы как-то оказались уместны в этой ситуации. У нас вообще в компании мы сделали два хороших дела в этом году. Мы построили завод и мы помогли нашему замечательному творческому коллективу поставить спектакль. Мы считаем, что мороженое, праздник, Новый год, все, что связано с айскримом, я не знаю, все, что связано с какой-то радостью детской, с праздником, это все нашло какое-то гармоническое очень сочетание городской сказки, семейном празднике. Сказка для детей и притча для взрослых. Идею романа Виктор Добросовский почерпнул из жизненных наблюдений за соотечественниками за границей. Герои на родине предков интересно проводят время в розыске кладов и в поисках настоящей любви. В основе правда. И вообще, если правда из жизни, то всегда эмоция есть. То есть ты понимаешь, что хоть это может быть сказка для взрослых, но она правдивая, потому что ты чувствуешь, что это живые люди, это не искусственные. Переложение на сценический язык – это уже сфера ответственности режиссера. Алексей Чернышев задействовал все технические мощности первого русского и весь творческий потенциал. Они сами готовы всегда на эксперименты, на какую-то провокацию. Работоспособная, молодая, озорная, веселая. Они сами предлагали массу каких-то потрясающих идей. Спектакль таким и получился. Веселым, увлекающим вихрь событий с первой секунды. Надо отметить работу постановщиков – сценографию Юлии Михеевой и свет Андрея Еленина. У нас появится такой спектакль. Он будет жить в репертуаре Сергея Талта. И это будет подарком не только к Новому году. Постановка пропитана юмором и музыкой. Композитор Андрей Зверев. Феерия танцевальных номеров, головокружительных трюков, полетов и мистики ждет ярославцев. Марина Смарагдова, Денис Кауров. Новости города. Хип-хоп, контемп, классический стиль. Школа танцев Вознесенская перед Новым годом выступила с отчетным концертом. Ребята показали то, чему научились. Александр Захаров наблюдал за достижениями юных танцоров. С азартом и огромным желанием танцевать. Всего за год своего существования детская школа танцев Вознесенская набрала в свои ряды более полусотни учеников самого разного возраста. Учат здесь профессиональные преподаватели и хип-хопу, и классическим танцам, и другим направлениям. Все это могли лицезрить родители молодых танцоров, которые пришли на отчетный концерт. Я танцую хип-хоп, и мне очень понравилась тренерша, как она выглядит, как танцует, и поэтому я решила записаться. Мы сначала занимались народными танцами, а потом вот так резко перешли на хип-хоп. Ребята, которые пришли сюда, обрели не только новые танцевальные навыки, но и новых друзей. А это для детей и подростков не маловажно. Тут хорошие преподаватели, хорошо учат, и мне тут нравится. Хорошие подруги еще появились. Отчетный концерт стал подарком не только для родителей, но и для самих участников. Преподаватели школы показали свое мастерство, а еще в гости к ребятам пришли Дед Мороз и Снегурочка, которые устроили танцевальный флешмоб и одарили всех сладкими подарками. Такое веселье устроило для своих учеников руководство школы. Мы в этом году получили лицензию на образовательную деятельность, получили сертификацию. Поэтому это, наверное, наше самое главное достижение. Ну и, конечно, с каждым днем, с каждым месяцем наша школа растет, учеников прибавляются. Она начинает рассказывать друг другу, работает сарафанное радио. Это, конечно, не может не радовать. Не обошлось, конечно, без традиционного хоровода вокруг елки, который объединил всех. Общий танец оказался универсальным для представителей самых разных танцевальных направлений. Александр Захаров, Михаил Орлов, Новости города. 27 декабря в России отмечают День спасателя. Людям этой профессии не приходится отдыхать даже в празднике. Так, например, минувшей ночью сотрудники Центра гражданской защиты Ярославля устраняли последствия ДТП на трассе М-8. По данным ОМВД, в нем пострадали трое. Микроавтобус РНО столкнулся с грузовиком. Госпитализированы 38-летние водители на марке и двое пассажиров. В обстоятельствах разбирается госавтоинспекция. Какими еще происшествиями занимаются спасатели и как отмечают профессиональный праздник, говорим во вторник в программе на повестке дня. В гостях у моей коллеги. Екатерина Сысоева, Алексей Конин, спасатель первого класса, начальник поисково-спасательного подразделения Центра гражданской защиты Ярославля. Эфир, естественно, на городском телеканале, как обычно, в 19.20 не пропустите. Новый дворник, новые правила. Это к тому, что анонсировал до рекламы. Так подписали видео в соцсети очевидца произошедшего на Суздальской. На кадрах, как видите, мужчина убирает во дворе снег, закидывая его прямо на стоящий рядом автомобиль. В комментариях уже строят предположение, что это своеобразная месть за парковку на чужом, расчищенном месте. Но разбираться в этом будет полиция. Как сообщили городскому телеканалу в региональном ОМВД, обращение от собственника авто получено и проводится проверка. Еще одно видео вызвало всплеск негодованию интернет-пользователей. Происходящее засняла камера наблюдения, установленная рядом с трассой Ярославль-Рыбинск. На этих кадрах уже мужчина достает из машины увесистую сумку и в прямом смысле вытряхивает из нее трех кошек. Испуганные животные разбегаются в разные стороны. Одна бежит даже к автомобилю, видимо, в надежде, что ее все-таки заберут. Но хозяин только откидывает хвостатую подальше от машины и уезжает. Неравнодушно написали обращение в полицию, как сообщили городскому телеканалу сегодня в ведомстве. Там начали проверку. В Ярославле, между тем, стартует акция «Дед Мороз для бездомных животных». В ряде торговых центров и магазинов установлены сундучки верности, боксы для корма и лекарств. Такие подарки, как нельзя кстати, пригодятся бездомным животным. В предновогодней суете отмечают зоозащитники. Люди реже посещают приюты. Между тем, животные хотят есть каждый день. Кроме того, морозы губительны для собак и кошек, особенно если они голодные. Так что любая помощь не помешает узнать, где именно расположены боксы. Можно в официальной группе в соцсетях или на сайте Центра реабилитации животных «Верность». Ветеран Великой Отечественной Иван Авдеев встретит Новый год в обновленной комнате. Ему помогли привести в порядок помещение, в котором он живет. На одной из встреч с главой Заволжской администрации Андреем Мамонтовым Иван Степанович посетовал на долгое отсутствие ремонта в квартире. 95-летнему ветерану в помощи не отказали. Тем более, что близких родственников у него почти не осталось. Силами районной администрации и неравнодушных за 10 дней в комнате поменяли обои, уложили ламинат, смонтировали натяжной потолок. Иван Авдеев воевал на украинском и белорусском фронтах. Дошел до Берлина, награжден орденами Красной Звезды Отечественной войны Александра Невского. А в его комнате теперь чисто и уютно. «Ремонт сделан отлично. Молодцы ребята. Я просто удивлен. Ужас такой был. Грязь. Сейчас так отлично, все хорошо». «Ремонт проходил, скажем так, под нашим контролем. И те все работы, которые производились, мы смотрели и контролировали, насколько качественно они проводятся, некачественно. На наш взгляд, работа выполнена хорошо». В Ярославле также продолжается акция «Новый год». В каждый дом волонтеры приходят к пожилым, дарят подарки и поздравляют с наступающим праздником. До конца декабря два десятка волонтеров скажут такие важные слова более сотни дедушек и бабушек. Ну а сегодня поздравление принимал ветеран Великой Отечественной Мстислав Анисимов. 94-летний ярославец в годы войны восстанавливал железнодорожные пути. За заслуги перед государством награжден орденом «Знак почета» и «Знаком почетный железнодорожник». Пенсионера сегодня поздравил депутат облдумы Андрей Щеников. Он пообещал помочь в решении проблемы с отоплением. «Мы пришли поздравить ветеранов Великой Отечественной Мойны. У них проблема, радиаторы чуть теплые. Вот здесь видите масляные радиаторы, где они подключают дополнительно ресурсы. Вопросы-то решать у нас срочно, потому что не за горами заморозки опять, и чтобы люди мерзнуть, это мы не позволим. Тем более ветераны Великой Отечественной Мойны». Ну а экс-воротарь Шинника Дмитрий Яшин сделал новогодний подарок воспитаннику Ярославского детдома. 18-летний Дмитрий Горелов мечтает стать профессиональным футболистом. Этим видом спорта занимается 10 лет, участвовал в первенстве области, выступал на других турнирах. О мечте узнал Дмитрий Яшин, и вот исполнил ее, оплатил Диме поездку на тренировочные сборы в Академии испанского клуба «Вильяреал». Новый год молодой футболист проведет также за границей. Как во сне. Я действительно не верю, что я лечу куда-то на Новый год за границей на самолете первый раз. Просто не верится. Мне попалась реклама о том, что проводится такой сбор. Я позвонил ребятам, сказал, есть ли какие-то льготы по цене, и все сложилось. Ну и сейчас к спортивной части, что называется официальной спортивной части. В ней хоккей, баскетбол и волейбол также. Ярославский локомотив обыграл Хабаровский Амур. 4-2. Счет открыл Егор Коршков, выйдя с вратарем 1 на 1. Георгий Иванов забил шайбу, оказавшись вовремя на добивании. Денис Алексеев принес еще один гол, обыграв вратаря соперника. Последнюю шайбу забросил Рид Буше. Следующая игра железнодорожников дома в среду против московского «Спартака». В хорошие моменты были, там голы забили и рабочие, и, в принципе, мастерство проявили. Где-то все равно третья поездка на восток и до вас. А вот Лока-76, увы, на выезде уступил одному из лидеров Восточной конференции Нижегородской «Чайки». В первой половине матча железнодорожники вырвались вперед, забросив три шайбы. Однако соперникам не только удалось быстро ликвидировать разрыв, но и вырваться вперед. Встреча закончилась со счетом 4-3 в пользу хозяев. Во вторник команды проведут повторный матч. Приездник одержал уверенную победу на выезде. Ярославский баскетбольный клуб обыграл «Орел Гу» в двух матчах. Седьмая и восьмая встречи сезона 21-22. Первенство Центрального федерального округа состоялось в Орле. Первая игра завершилась результатом 83-58, вторая 73-59 в пользу команды из Ярославля. Ну и последнее в спортивном блоке. Ярославич уступил в двух встречах под московной «Искре». 11-й тур чемпионат России 20-22 в высшей лиге по волейболу среди мужчин прошел для нашего клуба на выезде. В заключительном туре уходящего года Ярославич потерпел поражение в двух играх с одинаковым счетом 3-0. Следующие встречи состоятся уже в новом году, 8 и 9 января соперник Академии «Казань». Теперь к погоде. В Башкирии массовые аварии из-за метели. В южных районах Хабаровского края и на территории еврейской автономии сильный мороз. Ночная температура 35, а то и ниже. В Центральной России столбик термометра может опуститься до 25 в ночь на среду. И это будет самое значительное похолодание на этой неделе. Ну а что в Ярославле завтра? В эфир новостей выходит моя коллега Ольга Муравьева. Ей слово. О погоде на вторник расскажу я, Ольга Муравьева. Здравствуйте. В Ярославле вновь холодает. Осадки маловероятны. Подробности далее. Тактическая точка. Изготовление орденских планок и колодок для медалей. Армейская форма ВКБО. Телефон 232-233. Победы 33. Во вторник ночью в Ярославле переменная облачность, кратковременный снег. Температура 16 градусов. Ветер западный 3 метра в секунду. Влажность воздуха 82%. Атмосферное давление 754 миллиметра штутного столба. Во вторник днем Ярославле переменная облачность без осадков. Температура 11 градусов. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Влажность воздуха 79%. Атмосферное давление 759 миллиметров штутного столба. На этом я прощаюсь с вами. В студии была Ольга Муравьева. Всего доброго, до встречи завтра на городском телеканале. Наши новости также доступны на сайте gtk.tv и в пабликах во Вконтакте, Фейсбуке и Инстаграме. В студии работал Илья Барабанов. Спасибо за внимание. Хорошего вечера. Не забудьте, пожалуйста, включить телевизор завтра. В это же время следите за новостями вместе с нами и пусть будет больше приятных. Ну а в 10 утра и в 5 вечера жду вас в прайме на Хит-ФМ Ярославль. Теперь его больше в два раза. Правда, до Нового года только. Счастливо.